В следующей теме. 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 телефону и маленький ребенок очень хочет привлечь ее внимание то есть что он может сделать чтобы привлечь внимание мамы он может ее позвать он может подойти потянуть ее за юбку может посмотреть ей в глаза в надежде что она отвлечется от разговора может начать кричать и бросать игрушки а может например взять укусить себя за руку и закричать вот как вы думаете какой способ будет наиболее эффективен для того чтобы мама все бросила и уделила максимум внимания ребенку ну конечно наиболее травматичный для ребенка я бы сказала способ в данном случае будет более эффективным и если у ребенка есть трудности коммуникации скажем это ребенок с какими-то особенностями развития если у него есть трудности да все верно если у него есть трудности скажем с навыком ждать то есть ему трудно физически дождаться когда мама закончит разговаривать по телефону если он не умеет выражать просьбы ну я думаю что те кто работает с особенными детьми таких детей видели то вероятнее всего к сожалению вот способ поведения такой как аутоагрессия для привлечения внимания в данной ситуации имеет шанс закрепиться и начать повторяться потому что ребенок достигает своей цели таким образом что влияет на поведение выделяют два основных тип вида стимула в прикладном анализе поведения вообще стимул это любое изменение в окружающей среде которое мы можем воспринять то есть этот свет свет приветствие друга похвала родителей и так далее выделяют две основных категории стимулов стимулы которые происходят до возникновения поведения их называют предшествующие факторы или антициденты если вам встретиться такое название и стимулы которые происходят после того как возникло поведение или последствия поведения в прикладном анализе поведения рассматриваются и те и другие факторы они все очень важные факторы предшествующие они собственно запускают поведение факторы которые идут после поведения они влияют на то будет ли поведение повторяться то есть достигает ли она своей цели или нет например предшествующий фактор учитель спрашивает сколько будет 2 плюс 2 поведение ученик отвечает и последствия поведения учитель говорит молодец то есть рассматривается непосредственно то что было сразу перед поведением и сразу после более длительные цепочки они имеют отдельные совершенно сценарии мы их сегодня разбирать не будем еще предшествующий фактор учитель спрашивает сколько будет 2 плюс 2 ученик кричит и падает на пол последствия учитель говорит кричит и убегает из кабинета если врач находится в повседневной одежде то ребенок реагирует спокойно в данном примере предшествующим стимулом или стимулом антицидентом которая запускает поведение будет белый халат врача то есть ребенок видит белый халат и кричит и убегает следующие если хотим пообедать мы заходим в дверь над которой написано кафе они в дверь с надписью книжный магазин но здесь есть еще уточнение если мы хотим обедать это называется мотивационные условия но в данном примере предшествующим фактором будет дверь на которой написано кафе то есть мы видим кафе и заходим пообедать следующий пример в присутствии папа ребенок съедает всю кашу а в присутствии мама отказывается есть вообще кричит и отталкивает тарелку то есть присутствие папы ребенок кушает предшествующий фактор это папа во втором примере мама ребенок начинает кричать и отказываться кушать. Последний пример. Когда Миша говорят, пора делать уроки, он убегает и закрывается в другой комнате. В данном примере предшествующий фактор – это слова «пора делать уроки». Последствия поведения. Это то, что происходит в окружающей среде и то, что происходит как непосредственно результат поведения. Как я уже говорила, если последствия для человека благоприятны, то есть, если поведение достигает своей функции, то, скорее всего, поведение будет повторяться. Если последствия неблагоприятны, то, вероятнее всего, человек этим поведением пользоваться не будет, потому что оно не функционально. Таким образом, последствия влияют на вероятность возникновения поведения в будущем. Примеры того, как последствия влияют на чистоту поведения. Например, ребенок попросил бабушку купить мороженое, она купила мороженое. В следующий раз, когда они пришли в магазин, он опять попросил бабушку купить мороженое. То есть поведение, которое достигает своей цели. Или папа попросил мальчика сделать задание, он закричал «не хочу», бросил тетрадь с заданием и папа задание убрал. То есть вероятнее всего здесь поведение «кричать не хочу» и «бросать тетради» тоже можно закрепиться, если функцией поведения ребенка было именно испекание задания. В прикладном анализе поведения поведение раскладывается обычно вот на такую табличку. A – это предшествующие факторы или антициденты, B – это behavior поведение и C – это consequence или последствия поведения. Например, предшествующий фактор – автомат с газировкой, поведение – бросить монетку, впоследствии – получить стакан с газировкой. Предшествующий фактор – приветствие друга, поведение – ваше приветствие в ответ, и последствия – это улыбка и какое-то дружеское взаимодействие. Ну и так далее. Предшествующий фактор – печенье на столе, поведение – съесть печенье, последствия – чувство сытости. Предшествующий фактор – полицейский на посту, поведение – снизить скорость, последствия – деньги остаются с нами, нам не выписывают штраф. Еще один пример. Незнакомец спрашивает время – предшествующий фактор, поведение – вы отвечаете, и последствия – вы получаете в ответ благодарность. Основные направления прикладного анализа поведения. Первое – это работа с социально неприемлемым поведением. То есть социально неприемлемым является поведение, которое мешает и самому человеку, и окружающим людям. К примеру, поведение, говорится в носу, в людных местах, будет социально неприемлемым, потому что оно социально непринято. Но в данном случае мне неправильно было бы ставить задачу вообще отучить ребенка, скажем, чистить нос. То есть он может это делать просто в другом месте. Но вот пример социально неприемлемого поведения. То есть когда поведение используется, может быть, не в том месте или не общепринятым образом. Как я уже сказала, в прикладном анализе поведения основным постулатом является то, что у поведения всегда есть функция, иначе оно просто не повторяется, не закрепляется в репертуаре. Поэтому при работе с социально неприемлемым поведением основное, что нужно сделать, это выяснить, зачем поведение произошло, то есть для какой функции оно служило. После этого разрабатывается стратегия, потому чтобы дать возможность человеку достигать желаемого, достигать функции поведения социально приемлемым способом, а способ, который был социально неприемлемым, уменьшить. Ну, это вот в двух словах, как выглядит это направление работы. Следующее направление – это структурированное в соответствии с четкими правилами и преследующие определенные задачи обучения и навыкам. В прикладном анализе поведения принята очень точная постановка целей. То есть как в старой рекламе, сколько вешать в граммах. То есть мы не можем сказать, что нашей целью является улучшение математических навыков, потому что непонятно, как мы узнаем, что оно наступило, это улучшение. Цель должна выглядеть следующим образом. То есть, например, ребенок будет за 20 минут самостоятельно решать столько-то примеров определенного вида и максимум с одной-двумя ошибками. И вот в этом случае, если мы проводим обучение, мы понимаем, получается у нас достигнуть этой цели или нет. Мне такая постановка задачи очень нравится, потому что позволяет проанализировать, если цели мы не достигаем, что именно мы делаем не так. То есть, может быть, у ребенка нет каких-то предшествующих навыков. То есть, что мешает ему решать определенное количество примеров в заданное время. И там, может быть, у ребенка есть какие-то дополнительные трудности, которые мы не учли. Может быть, мы неправильно цель обучения поставили. Может быть, пока целью должно быть не решение самостоятельных примеров, а, скажем, у него возникают трудности в написании цифр, и нам надо вот этим заняться. И следующее направление работы – это анализ и обучение вербальному поведению, собственно, обучение речи и развитие понимания речи. Это, собственно, направление, которое сегодня на вебинаре я буду освещать более подробно. Итак, концепция вербального поведения скиннера. Скиннер – это вообще основоположник прикладного анализа поведения и, в частности, концепции вербального поведения, то есть речевого поведения. Вербальное поведение по скиннеру состоит из отдельных функциональных речевых единиц, каждый из которых имеет свою причину возникновения и цель или функцию. Вы знаете, я когда работала логопедом, то есть таким вот традиционным логопедом, как нас учили в институте, были дети, которых я без этой концепции вербального поведения не могла понять, то есть я не понимала, что, собственно, происходит. Например, у меня был мальчик, который прекрасно читал, который мог ответить, скажем, по достаточно малоупотребимым словам, то есть у него был неплохой словарный запас, он мог назвать разные картинки, но при этом он, например, не мог поддерживать диалог, и при этом у него, скажем, возникали трудности при не то, что даже пересказе текста, а при ответе на вопросы по тексту. И вот эта вот дисгармоничность развития речи, непонятная с точки зрения традиционного логопедического подхода, когда мы рассматриваем речь, в первую очередь, с точки зрения ее внешнего вида. Ну, я не могла просто такие ребусы решать. Сейчас я понимаю, что происходит. Итак, с точки зрения вербально-поведенческого подхода, речь также имеет свою функцию. И когда мы говорим, мы используем различные функциональные единицы речи. Первая функциональная единица речи – это просьба к другому человеку. В скобочках приведены странные названия – это то, как принято называть единицы речи в функциональном анализе поведения. Я привела просто для того, чтобы у вас тоже была возможность, если вы этот термин встретите, вспомнить, что это такое, собственно. Итак, просьба к другому человеку называется мант. Комментирование происходящего называется такт. Ответы на вопросы – интровербальное поведение. Повторение речи другого – это эхореакция. Чтение и транскрипция – называется письмо. И, собственно, еще понимание речи другого называется навыки слушателя. Немножко подробнее про каждую отдельную функциональную единицу речи. Итак, что такое мант? Причиной возникновения вообще просьбы является желание или потребность получения чего-то. Речевое поведение – это когда ребенок просит что-то, ну или человек просит что-то. Может просить словом, может просить жестом, может показывать карточку, на самом деле. Это не важно, как он обращается с просьбой. И последствия – это получение желаемого. Например, ребенок хочет поесть мороженое, говорит «хочу мороженое», и мама покупает мороженое и дает его ребенку. Такая речевая единица, как такт или комментирование происходящего. То есть причина возникновения – это что-то, что возникает в окружающей среде. Например, мы что-то видим, мы что-то думаем или чувствуем что-то. Например, ребенок видит пролетающий самолет. Речевое поведение – ребенок комментирует, он говорит «самолет», или он может показывать это жестом или карточкой. Тоже не важно, как он это делает. Последствия – это получение социальной похвалы. То есть мама говорит «да, молодец, это самолет». Интровербальное поведение – это навык ответа на вопросы. Другой человек что-то говорит, например, спрашивает «как тебя зовут?». Речевое поведение – это вербальная какая-то реакция, которая отлична от вопроса. Например, отвечает «меня зовут Маша». И последствия, которые подкрепляют поведение – это получение социальной похвалы. Например, говорит «молодец». К этому же поведению относится, например, договаривание стихотворений. То есть «наша Таня громко, речевое поведение плачет». И последствия – это когда хвалят. Например, говорят «умница» или «правильно». Эхореакция. Речь другого человека ее вызывает. Например, говорит «наша Таня громко плачет». Речевое поведение ребенок повторяет точно так же, как было «наша Таня громко плачет». И последствия – это когда хвалят. Еще две функциональные единицы речи. Первое – это текст, когда мы видим напечатанное слово, произносим его, и последствия – социальное одобрение. И противоположная речевая единица – это транскрипция. То есть предшествующая – это вербальный стимул, например, произнесение слова. Речевое поведение – это запись слова, печатание на компьютере и так далее. А последствия – это социальное одобрение. И навыки слушателя. Когда другой человек дает инструкцию, какое-то указание, озвучивает просьбу, например, говорит «покажи нос». Речевое поведение – это выполнение инструкции. И последствия – это похвала, какое-то социальное одобрение. Или, например, когда мы просим ребенка что-то дать, ребенок дает, и мы его за это хвалим. Почему, собственно, концепция речи скиннера так важна при работе с детьми? Потому что каждый из этих функциональных единиц речи формируется отдельно и независимо друг от друга. У детей с термотипичным развитием мы этого даже не замечаем. То есть ребенок, который научился говорить условно говоря слово «яблоко», он увидит яблоко, он попросит яблоко, скажет «да, яблоко» или просто протянет ручку, скажет «яблоко», и мама ему даст. Он увидит красивое яблоко или яблоко на картинке, он его назовет, скажет «яблоко», и мама его похвалит. Это будет такт или комментирование. Или ему загадают загадку, скажут «круглое», «красное», «сочное», он скажет «яблоко». Интравербальное поведение и так далее. У детей с особенностями развития, у детей с особенностями речевого развития, и особо я хочу выделить детей с расстройствами аутичного спектра. Бывает, что какие-то функциональные единицы сформированы, а какие-то нет. У меня в практике такие дети встречались и встречаются на самом деле очень часто. И, как я уже говорила, в свое время я не могла понять, почему если ребенок у меня, например, в кабинете на картинку говорит мяч, почему он не может попросить мяч, если он его хочет. Вот такой анализ функциональных единиц, если вы работаете с детьми с особенностями развития, поможет, собственно, определить, какая функциональная единица речи у ребенка не развита, то есть чем именно заниматься. Вот у детей с расстройствами аутичного спектра, это, как правило, очень низкий уровень просьб, когда отдельно, скажем, словарный запас у ребенка развит неплохо, и на картинке он яблоко называет, но когда он хочет яблоко, он не понимает, что ему надо делать. То есть это тоже вопрос отдельного обучения. Нежелательное поведение ребенка как коммуникация. То, что я уже говорила об основном постулате прикладного анализа поведения, то есть любое поведение всегда функционально, оно происходит для чего-то и служит какой-то цели. И в том числе нежелательное поведение ребенка, оно тоже служит какой-то цели. То есть оно имеет цель, важную для самого ребенка. Как правило, это достижение чего-то желаемого или избегание чего-то неприятного. Очень часто, когда мы начинаем работать с детьми, которые имеют различные виды нежелательного поведения, оказывается, что эти дети просто не могут сообщить или о том, что они хотят, или о том, что ее беспокоят, не могут сообщить другим способом. Как раз в силу того, что функциональные единицы речи у них развиты очень неравномерно. И мы можем считать ребенка говорящим, то есть он там хорошо, например, комментирует что-то происходящее, но при этом ребенок не в состоянии, скажем, либо сообщить о том, что его беспокоят, либо не в состоянии выразить какую-то просьбу. Поэтому он начинает с нами общаться не с помощью речи, а с помощью каких-то форм поведения, которые вызывают нашу реакцию. Нежелательное поведение и задержка речи. Ну, это очень частое сочетание. Я думала, что я уже достаточно подробно объяснила, с чем связано такое сочетание. И именно отсутствие коммуникативных средств, как правило, ведет к тому, что у ребенка закрепляются и повторяются в репертуаре различные формы нежелательного поведения. Для снижения нежелательного поведения у ребенка с низким уровнем развития речи очень важно обучать его альтернативной коммуникации. Вообще, что такое альтернативная коммуникация? Это способ коммуникации, который не связан с узвучанием речи. То есть, условно говоря, если человек плохо видит, или у него очень плохое зрение, мы ему даем очки. Если человек плохо ходит, то у него есть инвалидная коляска и какой-то способ передвижения. Вот если у ребенка есть серьезные физические ограничения, которые ведут к тому, что он не может с нами общаться, то что он должен делать, если мы не в состоянии поставить ему звучащую речь? То есть наша задача дать ему какой-то способ вообще себя выразить. Сейчас способов альтернативной коммуникации огромное количество. Можно подобрать доступный по уровню ребенка, не знаю, наиболее актуальный для уровня ребенка. Я просто перечислю, чтобы у вас была возможность в дальнейшем, может быть, познакомиться с этой темой более полно. Ребята с самыми тяжелыми нарушениями обучают предметной коммуникации. То есть когда ребенок что-то хочет, он может дать предмет или может дать то, что заменяет предмет. Например, если ребенок хочет кушать, он дает, условно говоря, ложку или макет ложки, или какую-то часть ложки. То есть он не плачет и не кричит, потому что он чувствует голод. Он может нам сообщить о том, что ему дискомфортно и показать, чего именно он хочет. Кроме предметной коммуникации, существует отдельное направление, это коммуникация с помощью карточек ПЕКС. Направление сейчас у нас тоже очень развитое. Начинается тоже с того, что ребенка учат обмениваться карточками для выражения просьбы с другим человеком. Постепенно, по мере развития коммуникации, ребенка обучают составлять целые предложения из этих карточек. И со временем у ребенка есть возможность, если речевых возможностей по-прежнему у него мало, то есть, скажем, язык парализован, он не двигается. Ребенок научился составлять, скажем, предложения на карточках ПЕКС, у него есть возможность перейти на любой электронный коммуникатор. Сейчас очень много этих коммуникаторов, они работают под практически всеми платформами, и на смартфонах, и на планшетах. Есть коммуникаторы, которые сразу озвучивают. То есть, мы даем ребенку и взрослому возможность общаться. Если он, скажем, физически никогда бы не выговорил, я хочу там большой Биг Мак, картошку фри, банановый молочный коктейль, или, к примеру, его речевые возможности не позволяют это сказать так, чтобы его все поняли, то с помощью коммуникатора он ни в чем не ограничен, пожалуйста, он может в кафе сделать заказ, и не чувствовать себя, скажем, социально как-то обделенным. Еще один способ альтернативной коммуникации – это жестовая коммуникация. У нее тоже есть свои плюсы, свои минусы, свои ограничения. Но тоже мы ее вводили и вводим ребятам, которые имеют серьезные, скажем, ограничения какие-то, ну или для определенных целей. Что касается альтернативной коммуникации, я так очень коротко перечислила возможные методы. Ну, естественно, я не буду упоминать там какие-то специфические, очень жестовые языки. И письменную коммуникацию, я думаю, что это тоже понятно. Еще что мы можем сделать при появлении нежелательного поведения и при задержке речевого развития или при нарушениях речи – это проводить тренинг обучения функциональной коммуникации. – это когда мы, выявляя функцию нежелательного поведения, обнаруживаем, ну, например, как в примере, который я приводила выше, что ребенок, скажем, кричит и падает на пол, потому что он хочет конфету. И мы понимаем, что нам его еще очень долго вообще учить. И там глаголом, и существительное из трех слогов он вряд ли очень скоро скажет. Но наша задача – как можно быстрее решить эту ситуацию, то есть как можно быстрее нежелательное поведение убрать. И мы начинаем учить его говорить «хочу конфету» доступным его образом, доступным способом, и обязательно очень сильно подкрепляем, хвалим любое применение коммуникации вместо нежелательного поведения. То есть тренинг функциональной коммуникации – это когда мы обучаем ребенка коммуникативной просьбе, вместо того, чтобы применять нежелательное поведение. Например, ребенок устал, или он не хочет решать примеры по математике, вот он начинает кричать и бросать тетради. Вместо этого мы учим его, например, говорить «я хочу перерыв» или просто говорить «стоп». И даем ему возможность какое-то время отдохнуть или этого задания избежать. Таким образом, мы нежелательное поведение снижаем. Ну и, конечно, применительно к последнему случаю, отдельной целью просто будет потом научить ребенка решать все-таки примеры по математике. Формы нежелательного поведения. Я думаю, что кто много работает с детьми, наверное, уже все это видел. Всевозможные виды агрессии, истерики, убегания. Бывают самоповреждающие поведения, сбрасывание учебных материалов. Там всевозможные движения, стимуляции руками, пальцами, проговаривание диалогов из мультфильмов и так далее. И, конечно, это в первую очередь вызывает большие трудности при обучении ребенка. Определяем, как мы начинаем работать. Определяем цель или функцию нежелательного поведения. Нужно будет ответить на такие вопросы, как «почему это поведение происходит?», «что его вызывает?», «какова цель этого поведения?» и «чего ребенок достигает благодаря этому поведению?». Почему нельзя дать рекомендации снижения проблемного поведения без анализа функции поведения? Потому что без понимания цели поведения подбор методов коррекции будет долгим и малоэффективным. А на месте поведения, которое мы хотели убрать, может появиться новое и чаще всего более нежелательное поведение. Например, в случае, который я уже приводила, когда ребенок, для того, чтобы привлечь внимание мамы, который разговаривает по телефону, например, начинает кричать и бросать игрушки. И мама отвлекается, то есть она перестает разговаривать по телефону, подходит к ребенку, начинает с ним как-то разговаривать. То есть ребенок с помощью своего поведения достигает цели. И мы можем предположить, что в данной ситуации целью его поведения было привлечение внимания мамы. И нашей стратегией в данном случае было бы учить ребенка просить внимание более приемлемым способом. Но если мы не разбираясь, для чего нужно это поведение ребенку, например, просто говорим маме, ну не реагируйте на него, раз он привлекает так ваше внимание, для того, чтобы не закрепить его поведение, давайте вы продолжите разговаривать по телефону, то ребенок, как правило, будет применять какое-то время, будет искать более эффективные способы привлечь внимание мамы. Например, вот просто вместо того, чтобы бросать игрушки, он может начать кусать себя за руку, начать залезать на подоконник и так далее. То есть будет искать то, что точно привлечет мамино внимание. Поэтому обязательно работа с проблемным поведением строится на выявлении функции поведения и на детальном таком подборе стратегии. Собственно, по теме вебинара, наверное, все. Вот здесь последняя страничка, указаны мои координаты. Со мной можно связаться через Facebook, через ВК, просто по имени, фамилию. Можно написать в Instagram, и у меня есть канал в Яндекс.Дзене. Там можно почитать какие-то мои статьи, публикации. Я достаточно регулярно это делаю. Я готова ответить на вопросы. Я посмотрю сейчас вкладку вопроса, наверное. Будьте добры, у кого есть вопросы в общем чате, кто их писал, пожалуйста, продублируйте в эту вкладку. Так, тут не ко мне, не ко мне, не ко мне. Подходит ли анализ поведения к детям с патопсихологическими нарушениями? О, шизофрения, психопатия. Конечно, везде, где есть поведение, подходит прикладной анализ поведения. Только мертвому человеку он точно не подойдет, потому что у него нет поведения. Карточки ПЕКС для работы с тяжелыми нарушениями речи не подходят. Софья Игоревна, я категорически не согласна. Я ввожу их как можно быстрее. У детей с нарушениями речи, с нарушениями коммуникации. Это значительно сокращает коррекционную работу. Дети, которые не могут с нами общаться, у которых физически есть ограничения, начинают составлять из карточек предложение. И как только физически у них появляется звучание, они выходят уже не в лепет, они выходят в предложение усеченное и искаженное. Я прям очень советую делать вот такое введение в самом начале. Вы себе вот так вот с лепета до предложения путь сократите. Как вы посоветуете работать с детьми-аутистами, а именно ребенок не слушается, как заставить его сесть? Вы знаете, основной целью моей, наверное, было рассказать о том, что такое прикладной анализ поведения, и сказать, что каждое поведение имеет какую-то функцию. Причем она может быть разная у разных поведений. То есть поведение может выглядеть, например, одинаково, кричит, но у разных детей этот крик может означать разное. Ребенок добивается с помощью крика разного. Поэтому какие-то конкретные советы мне давать не то, что неэтично, а прямо запрещено, потому что я не знаю, для чего ребенок бегает и какие именно трудности у вас возникают при формировании учебного поведения. Я планирую, наверное, вот с Татьяной мы это обсуждали, и там дальше с руководством Директ Медиа, вебинар на тему формирования учебного поведения. И вообще на тему мотивации, может быть, вам это будет полезно. Но вот для какой-то более конкретного разбора ситуации я бы советовала связаться, можно связаться с супервизором, можно связаться со специалистом по прикладному анализу поведения. Сейчас, первых, такие специалисты есть, они есть русскоязычные. Во-вторых, все работают онлайн, потому что мы все тут заперты на карантине и на самоизоляции. То есть вы можете подготовить конкретный кейс, собрать данные по ребенку, собрать видеоматериалы и обратиться за разбором уже конкретного случая. Спасибо, я знаю, что это. Какую литературу посоветуете почитать из основного? Мне очень нравится Мэри Линч Барбера. Вербально-поведенческий подход называется книга. У Юлии Эрц и у Ольги Мелешкевич есть книга «Особенные дети». Она дописана достаточно доступным языком. Мне кажется, что вам должно очень понравиться. Посмотрите, пожалуйста. Какой специалист должен вводить карточки? Вы имеете, наверное, в виду карточки ПЕКС. Ну, вообще по требованию протокола, это должен быть специалист, который прошел сертифицированное обучение, причем обучение очное, потому что есть очень много нюансов введения таких карточек. Но на практике, если у вас нет возможности, скажем, пройти обучение или рядом просто физически нет специалиста, который бы это ввел, вы можете начать с того, чтобы почитать руководство. Есть очень подробная книжка, которая так и называется, ПЕКС. Я сейчас вспомню авторов чуть попозже и напишу, наверное, в чат. Там тоже очень подробно и пошагово описана сама процедура введения карточек ПЕКС. Но я бы советовала все-таки, если есть возможность, сделать эту процедуру под присмотром или поведенческого специалиста, или кого-то из сертифицированных поведенческих аналитиков, потому что можно не учесть нюансы. Идет индивидуальный урок с учеником третьего класса, заходит еще один преподаватель со своим вопросом. Ребенок тихо портит воздух и при этом улыбается, ожидая мгновенной реакции. Мы с педагогом заканчиваем разговор, та уходит. Я открываю дверь и окно и тактично прошу не делать подобных вещей. Отчего это происходит? Ну, мне тоже сложно предположить по вашему описанию. Но судя по тому, что вы описываете, я могу предположить несколько вариантов. Начиная от того, что просто у ребенка было плохо с животом, и он таким образом проявил это. Может быть, он просто себя плохо чувствовал и не смог сдержаться. Если вы считаете, что это какое-то намеренное привлечение внимания, что он вот там хотел, чтобы на него обратили внимание таким образом, ну, это тоже, наверное, возможный вариант. Так, повторите еще раз книги, пожалуйста. Давайте, может быть, я их напишу сейчас тогда в чат. Так. Так. Вот, Эрц Мелешкевич, я могу ошибаться, может быть, не особо и дети, а особо ребенок, но вы совершенно точно найдете их по фамилиям. Супервизоры, это платная услуга, да, да, это платный, платный разбор кейсов. Мой канал на Яндексе называют, заходите в Яндекс.Дзен, набираете искусство работы с детьми. Будет канал. Про регистрацию участников вебинара не ко мне, к сожалению. Еще есть какие-то вопросы? Следующая лекция будет в конце мая. Книги я написала, знаете, где вкладка «Вопросы». Так, ну, наверное, все. Вопросы кончились. Книги давайте я скопирую сейчас из вкладки «Вопросы». Все. У меня получилось. Спасибо большое. Спасибо.